Вступили в силу новые правила получения и замены водительского удостоверения. Так, новый приказ МВД вводит исчерпывающий список документов, необходимый для получения прав. Также становится понятным порядок оказания услуг при первичной выдаче прав, замене, получении международного водительского удостоверения, возврата прав после лишения. В новом документе появляется и исчерпывающий список оснований отказа в выдаче водительских прав. В Якутске лишь 20-30% кандидатов-водителей получают права с первого раза. По словам сотрудников ГИБДД, это связано с некачественной работой автошкол, которая не в полной мере предоставляет гражданам услуги. Наши учебные организации не нацеливаются на качество обучения. С начала этого текущего года поступило порядка 7 обращений от кандидатов-водителей. В отношении учебных организаций на одну и ту же автошколу есть несколько обращений, допустим, по городу Якутску. Жалоба в основном касается часов вождения. С начала этого года в прокуратуру были поданы жалобы от граждан на три автошколы, которые не предоставили кандидатам-водителям весь перечень услуг. И для того, чтобы повысить работу автошкол, ГИБДД совместно с прокуратурой проводят пробирки подобных автошкол. Одним из водителей, одним из обучающихся, вместо 56 часов практического вождения получено только 12 часов. В связи с чем итоговый экзамен в органах ГИБДД заявителям, соответственно, не сдан. Юридические лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей каждая. Ну и в связи с этим данная практика, проведение аналогичных проверок, будет нами продолжена в дальнейшем. По данным Минобразования и Науки Республики, лицензия автошколам выдается на бессрочный период. На территории Республики около 70 образовательных учреждений имеют лицензию на обучение водителей. 12 из них действуют в Якутске. При прекращении они обязаны нам подать заявление о прекращении образовательной деятельности или вообще ликвидации учреждений и так далее. В этом только мы можем его учитывать и так далее. По мнению МВД, новые правила позволят структурировать всю работу по получению и замене прав, в том числе процесс оформления водительских документов. 14 октября текущего года вступают в силу изменения в административные регламенты по предоставлению государственных услуг МВД России по регистрации транспортных средств и по приему экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений в 995-й регламент и 605-й. Теперь граждане страны смогут за 15 дней заменить утерянные права, а также оформить международные удостоверения через многофункциональные центры. Сусанна Рожина, Иван Семенов, Дмитрий Оргунов, МВК «Саха» и «Якус».